Книга «Открытым оком», 29-й том, тема «Потеряевка», вопрос, 3995. У вас, строящейся с нуля православной деревни Потеряевки, было 11 учеников и 3 верующих православных учителя. Легко ли учителям вести одновременно 3-й, 4-й, 5-й классы? Слушаются ли дети? И если не слушаются, то что делают учителя, ведут ли работу с родителями? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Лучше всего это видно вот на таком примере. Учитель брат Виктор написал письмо диакону Евгению относительно его сына Иосифа, 11-летнего отрока. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Аминь. Пишу по той причине, что устно при встрече не все скажешь, не все вспомнишь, а письменно можно изложить многое, обдумав каждую фразу. Личная жизнь каждого из нас, а также общественные дела тесно переплетаются друг с другом. Для детей и школьников пересечением, или точнее объединением их личной жизни и коллектива является школа. В школу ребенок приносит весь свой домашний багаж, настроив все свои привычки. И часто в школе выявляется в ребенке то, что не проявляется в домашней обстановке. Или наоборот, приходилось слышать от родителей такие слова, что, мол, дома в ребенке чего-то не замечали, а в школе вдруг из него полезло. То есть при общении с другими детьми ребенок показывает, что кто он, каков его характер, какая в доме обстановка и так далее. И вот конкретно я хочу написать об его серии. По учебе серьезных замечаний у меня нет, учится хорошо, но думаю, мог бы и лучше. Вполне мог быть отличным. А вот по поведению, без предвзятости пишу, он один из самых худших учеников, а может быть и самый худший в нашей школе. Однажды пришлось услышать меня от Людмилы Анатольевны, его матери, такие слова. Женя, отец Иосифов, считает, что Виктор Николаевич, то есть я, предвзято относится к Иосифу. И я хотел бы узнать, брат, в чем выражается эта предвзятость. Может быть, я в чем-то неправ. И буду рад услышать от тебя какие-то замечания, обличения, так как написано. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Примудрость 27.5 Притчи 27.5 Конечно, согласись, брат, отношение учителя к ученикам не может быть ко всем одинаковое. Один послушный, а другой нет. Один старается, а другой учится как попало. Самое печальное, по моему мнению, точнее даже самое страшное, то, что у Иосифа сильный дух противления, непослушания. Парень, видимо, растет со всем безбожником. Это проявляется и в словах, и в поступках, и во взгляде, как порой он дерзко смотрит. Но написано, мерзость пред Господом, дерзко поднимающий глаза. Притчи 27.20 А через лицо глаза можно догадаться, что на сердце у человека. У меня нет ненависти, злобы или обиды по отношению к Иосифу. А есть ненависть против греха, ведь написано, любящие Господа, ненавидьте зло. Словом 96.10 Видно, что дети в школе практически все ведут себя по-мирскому. Но можно говорить с каким-то ребенком, пристудить его, затронуть его совесть. А у Иосифа, или так мне кажется, или на самом деле так и есть, понятие стыда, совестливости, порядочности, почтения, уважения, сострадания нет. Они напрочь отсутствуют. Видно, что не биты, а точнее не наказываются физически. А если наказывают, то почему положительных результатов нет? Вот пример. Никита Устинов. Совершал иногда грубые поступки. Ударит кого-нибудь, толкнет и тому подобное. Без наказания никак нельзя этого оставлять. Я беседовал с отцом Никиты Андреем Устиновым и не раз. На следующий день по поведению Никиты можно судить, что он наказан. По его взгляду видно, что он прошел в кавычках обряд очищения. Сейчас, слава Богу, в школе не слышно, чтобы у Никиты были грубые нарушения. Другой пример. Сколько было замечаний Ани Глушковой. Отец наказывал ее на серьезные поступки. И на следующий день по поведению заметно, что на ней печать Божьего наказания. То есть отцовский ремень не дремал. Подобно и с вашим веней. Если он был наказан, то это становится в дальнейшем заметно. Хотя в кавычках заряда ненамного хватает. Слава Христу, что учат по Писанию с наказанием. Ведь как говорит Господь. Притча 13.25. Кто жалеет разги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Притча 23.13.14. Не оставляй юноше без наказания. Если накажешь его разгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Притча 29.15. Разгай обличение. Дают мудрость, но отрок, оставленный в непряжении, делает стыд своей матери. И многие другие места и Слово Божие говорят о наказании. По поведению Осипа не видно, что его наказывают физически. А если ты его брат наказываешь, то почему на следующий день он также ведет себя бесстыдно? Хотя немного и сдержаннее. Почему на уроках много раз приходится говорить ему и никому больше? Правильно сиди, не разваливайся на парке. Пальцы и ручки, карандаши не бери в рот. На стуле не раскачивайся. Воротник на своей курсе не трогай губами. Видно, что воротник грязный был. Носу не ковыряй и тому подобное. С первого раза не слушает. Но я добиваюсь, чтобы со второго, с третьего раза все равно послушался. Противление в самом малом. Много раз я себе задавал вопрос. Неужели дома этого не видят? Почему на уроках Людмилы Анатольевны он еще хуже ведет себя? Она сама в этом говорила. Я ему сильно волюшки не даю. А я ему сильно волюшки не даю. Почему он не слушает свою мать-учителя? На эти вопросы краткий ответ. Иосиф не наказывается строго по Слову Божьему. Если я не прав, то поправь меня. По моему мнению, ты жалеешь разги, а значит ненавидишь сына. Как показал себя Иосиф за первое полугодие? Первое. Сидит на уроках, как попало. О чем я писал выше? Второе. Пишет плохо. Не старается. На замечания учителей никак не реагирует. Хотя может писать лучше, когда старается, когда не ленится. Несколько раз я заставляла его переписывать классную работу по математике. Но потом все возвращается на круги своя. Третье. Спорит с учителем. Если решит пример неверно и говоришь ему об этом, что неверно решено, то он в ответ нет правильно и упорно в своем стоит. Причем иногда отвечает дерзко, по-хамски. Четвертое. Высокоумствует о себе высокого мнения. В этом высокоумии старается оригинальничать, поправить учителя. Как-то рассказываю новую тему. Хотя в пятом классе по математике в основном сейчас повторение за четвертый класс. Но Иосиф начинает говорить по-своему, подправлять. Что сказать на это? Пусть составляет свой учебник по математике под редакцией Ильичука и Иосифа. Пятое. Плохое ведение дневника. Дети из неверующей семьи с разъезда подтеплены аккуратнее ведут дневник. Дневник иногда не заполняет на следующей неделе. Порой еще даже и в среду дневник не заполнен, а ведь это уже середина недели. Состояние дневника не лучшее. Дневник разваливается по листикам. Некоторые страницы порваны были. Видно, что небрежно обращался к дневнику. При мне как-то Иосиф взял дневник, мотнул его в сторону. Да, при таком обращении любая книга или тетрадка истреплется. Правда, дневник продемонстрировали после того, как я сказал об этом Людмиле Анатольевне. А также говорил Иосифу об этом. На обложке одной тетради появилась дырка. Простите, правда, дневник подремонтировали после того, как я сказал об этом Людмиле Анатольевне. А также говорил Иосифу об этом. На обложке одной тетради появилась дырка. Тетрадь не обернута. Шестое. Сотовым баловался. Зачем ему сотовый? В деревне нашей всего в десяти домах живут люди. Остальные шесть домиков пустые. Понятно, если летом пасет коров, здесь нужен. Жаловалась тетя Нина Шадрина. Несколько раз, что Иосиф часто звонил Саше Шадрину домой. А расстояние между их домиками всего-то около ста метров. Баловство. Вот еще пример. В школе смотрели мы документальный фильм про Австралию. Второй, четвертый, седьмые классы и Иосиф. Иосиф вышел, сказал, что видел этот фильм. Через несколько минут звонит Леша. А Леша тут же сидит и смотрит фильм. Зачем звонить? Какая нужда? Да никакой нужды нет. Пакость. Вокруг него, видимо, легион демонов. Они толкают на пакость, на непослушание. Видно, парень неверующий. Он не огражден от нечистой силы. Седьмое. Если нужно делать какое-то дело хорошее, то извратить его так, что превращается уже в пакость. Не бесномани ли это? И ему говоришь, делаешь замечание. А видно, что ему нисколько не стыдно. Есть ли совесть? Например, в конце второй четверти убирались в классах, генеральная уборка была, Иосиф собирается мыть парту. Но наливает на нее много воды, хотя нет в этом нужды. Людмила Анатольевна делает ему замечание. Он никак не реагирует на ее замечание. Тогда я уже подошел к нему, облечил его. Движение с элементами придурковатости, непрежности, как вроде бы сделать, побыстрее, как попало, и поскорее уйти. И так во многих делах. Дальше махал ученик наш тряпкой, намотает ее на руку, то снова размотает и так далее. Подобно, в кавычках, деды машут ключами в армии, наматывая на палец. Сделал я ему замечание, ничего подобного. Продолжал далее махать. Все-таки, видно, в кавычках, дедовщина в какой-то мере нужна в армии, чтобы таким вот непокорным, в кавычках, рога сшибать. Невольно об этом подумаешь. Доску протирал Иосиф каким-то баловством. Наконец пошел седьмой класс и перевалил сосуд с водой на пол. Об этом ты, брат, знаешь. Зачем чужой класс ходить? Незачем. Возможно, там в классе будет гнить пол под ДВП воды, не один стакан пролил. Сатанинская воля исполняется на оценку 5, а Божья воля на 2. На физкультуре бегали на лыжах. И под разными причинами, а то и просто без причин. Иосиф то в обратную сторону поет, то в сторону свернет. Как-то я фотографировал, как школьники на уроке катаются на лыжах в горке. Я стоял внизу, все съезжали, кроме нетруд догадаться и Осипа. Я фотографировал зимой лыжников первый раз. Интересные пейзажи, интересные моменты при спуске. Возможно, фото на память сделать, архив зимних фотографий. Нет, остановился наш ученик после настойчивых моих. Снижай. Несколько раз говорил, наконец-то поехал. Почему Леша, Рудских и другие ученики не противили? Свободно снижали, как ни в чем не бывало. Дух противления в самом малом. От кого этот дух? Еще пример. Катались мы на коньках на уроке. Задание было такое. В течение нескольких минут бежать по хову. То есть малый кросс. Ну, бежать и бежать, что сложного. Так нет. Нужны еще какие-то ощущения. Иосиф снежками начал кидаться в Сташу. Прихоть и ищет свои нравные. И таких примеров много. И не только на физкультуре. Восьмое. Много раз ловил Иосифа, налжил, жжет и улыбается. Видно, что Бога не боится людей не стыдиться. Как будто грех для него забава. Страха Божия совершенно нет. Примеры учить урок математики. Я спрашиваю Иосифа. Ты решил пример? Он отвечает. Решил. Узнаю подробно. Оказывается. Он и не решал. А отец сказал наугад. И такое было не раз. Другой пример. Саша Шадрин говорил, что Иосиф сломал ему лыжную палку. Точнее толкнул Сашу. А Саша налетел на палку и сломал. Спрашиваю Иосифа. Кто сломал? Иосиф улыбается, отвечает. Не знаю. Видно, что вжет и не сознается. Беда в том, что ты, брат, верил тем словам, которые говорил Иосиф. Подошел бы и расспросил учителей, как и что было. По какому-то конкретному случаю. Девятое. У Иосифа смех и пустословие льются через край. Хотя и семиклассники пустословия немало. Но Иосиф передовик. Смех какой-то идиотский. С подвизгиванием безбожное поведение. Десятое. Иосиф убегал однажды в занятия. В последствии школы. Причем я Иосифа позвал. Когда он уже в дверях был. И не только я звал, и он слышал. Как услышал голос, так увеличил скорость. Это презрение к старшим. Наглость. Почему, Женя, ты его не вернул обратно? Одиннадцатое. Приходил с надписями на одежде в храм и не раз. А у нас это не позволено по церковному уставу. Я его вовремя останавливал. Часто без поясов. Иосиф, и Веня. Здесь они реконсменны нарушители. Все это Женя в основном от тебя заведет. Вот такое поведение Иосифа за первое полугодие. В начале этого года заметны некоторые положительные взгляды, но совсем небольшие. Может быть, кто-то молится. Но все тот же дух противления и непослушания остался. Если есть у Иосифа, конечно, доброе, конечно, есть, то оно становится бесполезным, без главного, без страха Божия. Причи 1.7. Начало мудрости, страх Господний, любовь его, христе брат Виктор. 1 февраля 2008 года. Левитам 19.17. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. 1 форинтинам 5.2. И вы возгорделись вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. 1 Тим.5.20. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Ифтианам 5.1. И не участвуйте в бесполных делах мы, но и обличайте. Галатам 6.1. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе протости, наблюдая каждую собой, чтобы не быть искушенным. Премудрость 27.6. Искорени укоризны от любящего, и лжицы, и лживы поцелуи ненавидящего. Премудрость 9.8. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Римлянам 1.32. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, киту 1.13. Свидетельство это справедливо, по сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. По дорогам войны, уводя в Вавилон, насмехались над руклядью древней, враг смирения ждал из-за страха поклон. Унизительно все же быть пленным. Уже пророки пытались беду отвести, и галдели о стойкости, и героизме. Иудеи расплатой днев Божий настиг, и правителям ставится клизма. Враг суровый, но просит хоть что-то пропеть из священных салмов иудеев, но закон у евреев подныне и впредь. Для врагов даже песни жалеем. И подклятывай десницу свою потерять, если струны у арфы затронут. Не заставит смириться поганая рать, почитаем обиду и кровной. Ну а мы, христиане, допустим, к клену, точно так же смолчим, презирая. Нам нельзя, лиходея, пусть нас проклянут. Даже если мы биты и срами, нам Христом заповедано кротость явить, возвестить о любви Назарея. С нами ныне не тот, а небесный Давид, добротой и злодеев согреем. Им горящие угли любви до ушей, через песни успеть бы насыпать. Это стрела любви избирают мишень, и врагов мы накормим досыта. Что нас ждет наших деток и внуков любезных? Нет салмов у них, как у евреев. Нужно арфу добыть из неведения бездны и с молитвой напрячься скорее. К мусульманам в поклон, или даже к китайцам. Только б нам, как Христу их пленеть, не спешите безмозглые, дьяволу сдаться. Мы готовим снаряды из множества книг. 11 апреля 2008 года. Игнатий Лапкин.